Между Татарстаном и Подмосковьем больше тысячи километров. Водитель-испытатель Сергей Ковалев легко преодолел этот путь за рулем автобуса. Говорит, машина укомплектована по высшему разряду. К тому же ездит на природном газе метанием. По пробегу говорят, что дизель и газ, газовый двигатель, он как бы слабее, он как бы нет, ни в чем не уступает. Во-первых, экологичный очень, очень мягко работает он на газу. Вообще, ну, акадановое число же большое, поэтому он очень хорошо работает. Ну, в принципе, по расходу, по расходу, ну, 30 кубов в литрах я точно не знаю, но как бы вот около 30 кубов на 100 километров примерно. Это очень немного. Этот автобус создавался так, чтобы удобно было любому, кто решит в нем прокатиться. Учтены все потребности пассажиров. Есть аптечка, конечно же, кондиционеры и зарядки для гаджетов. Особое внимание уделено маломобильным гражданам. Здесь, например, в этом автобусе есть два вот таких сидения для слабовидящих людей, которые не могут обойтись без собаки-повыдыря. Вот сюда садится человек и рядом с собой сажает собаку. И так никто никому не мешает. Вот это, конечно же, пространство для инвалидного кресла. А еще есть вот такой пандус, по которому очень удобно это самое инвалидное кресло завозить в автобус. А самое главное – автобус экологически чистый. По улицам Химок ездит уже 64 подобных. Это 65-й. Вместе с директором завода-производителя проверяем, действительно ли у него такой безвредный выхлоп. Белая, такая же, как и была. Вот это вот оценка этого топлива. Эти машины доказали свою достаточную надежность, даже по сравнению с дизельными. То есть низкую эксплуатационную стоимость. Этот автобус будет работать на тех же маршрутах, что и газовые другие автомобили. То есть это 436-й. У нас, соответственно, там они допущены к эксплуатации. В этом плане они будут работать месяц на перетенде там. В Химках серьезно взялись за вопрос чистого воздуха. Администрация планирует перейти целиком на экологичный транспорт. В этом году мы планируем дополнительное привлечение автобусов, которые будут, так называемые электробусы. Это из общей этой же концепции создания транспорта, который будет работал на экологическом числе. Электробусы – это, понятно, троллейбусы, которые могут и дальше продолжать свое движение без контактной сети. В свой первый рейс по просторам Химок новый автобус выйдет через неделю. Будет курсировать всего месяц. За это время специалисты смогут определить плюсы и минусы. А затем он отправится на испытания в Крым. Если все тесты пройдут успешно, то городской округ, возможно, закупит несколько таких машин. Сабина Салимова, Александр Кудашкин и Дмитрий Алексеев. Новости 360.